звезда фильмов чародея экипаж александра яковлева которая в этом году призналась что больна раком рассказала о неверном прогнозе который дали врачи диагностируя ее заболевание по словам яковлевой когда она приехала на обследование медики заявили что ей осталось жить не больше полугода однако с того момента прошло уже около трех лет артистка также поведала о том как поняла что больно я собираюсь ехать в минск отбирать программу японскую и вдруг понимаю что не могу ходить на следующий день я понимаю что не могу ничего думаю что же делать совсем ничего вспомнила она реклама когда после этого актрисе посоветовали лечь в больницу яковлева по ее же словам сначала не поняла о чем идет речь так как никогда не лежала ни в какой больнице кроме роддома у меня даже нет карточки в поликлинике подчеркнула александра кроме того артистка отметила что онкологическое заболевание возникает безболезненные на протяжении долгого времени многих лет человек может не чувствовать этого и не испытывать болевых ощущений когда все это случилось ты понимаешь что ты не можешь ничего ни налево ни направо не сидеть не лежать даже лежать дикая боль господи что это такое с тобой ничего не было ты ничем не болел вообще я знаю что мои подруги которые младше на 20 лет от давления таблетки пьют по горсти таблеток в день поделилась она слова яковлевой в ходе программы привет андрей перемежались с документальным фильмом корреспондента прямого эфира посвященным детям больным раком отвечая на вопрос андрея малахова о том что помогает звезде эмоционально справляться с тем состоянием в котором она находится яковлева сказала что у нее есть мечта получить награду оскар за фильм седьмая кошка посвященный смерти ее домашнего питомца я чувствую что все хана мой кот мой огромный кот с лапами как у собаки такой черный кот челс он начал почему-то лапой бить в то место где опухоль росла бить бить и как-то так смотреть на меня своими потрясающими глазами как-то вести себя и умер сказала она по ее словам следом за котом скончался и маленький котенок который тоже жил у нее дома потом котенок любимый мой котенок бывают животные которые обнимают тебя лапами за шею я приезжала он обнимал меня тут прилетаю из аэропорта он меня обнял вот так вот вялый какой-то и к вечеру умер заявила она яковлева пояснила что после смерти питомца решила разузнать подробности о подобном поведении животных и выяснила что они оттягивают на себя изглазы и болезни то же время актриса подчеркнула что сама не верит в теорию согласно которой питомцы могут заболеть тем же чем и хозяева возвращаясь к своей болезни опыту взаимодействия со врачами яковлева вспомнила слова писательницы дарьи донцовой также столкнувшейся с онкологическим заболеванием о том что главное найти своего врача потому что онкология это не страшно это только надо вовремя ухватить онкологии не смертельный диагноз она точно лечится заявила актриса к слову ранее яковлева рассказывала что во время осмотра врач предупредил ее раковые метастазы уже дошли до мозга однако актриса прошла курс химиотерапии и уже после седьмой процедуры смогла встать на ноги я молила бога чтобы все было хорошо и после облучения опухоль стабилизировалась я видела счастливые лица врачей которые говорили сработало признавалась она в программе бориса корчевникова говоря о том что для нее сейчас важнее всего александра также поблагодарила малахова за приглашение на июньскую программу когда она публично рассказала о своем заболевании получила колоссальную поддержку от аудитории к Продолжение следует...